Слезы, слезы Представители 69 стран и всех территорий России. Тема юбилейного масштабного мероприятия «Новый мир, новые возможности». Их как раз и обсудили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор холдинга «Новый сухопутный зерновой коридор» Сергей Пушкин. Они договорились о строительстве дорогостоящего линейного элеватора в Бийске. Элеватор – это 5 миллиардов. На нем он не важно где, но, как правило, это что из российских материалов, что из китайских, китайских, это 5 миллиардов. А вот на чем мы можем получить вешевление, это, конечно, логическое подключение электричества, железнодорога и прочее. Подписать соглашение между администрацией региона и инвестором планируют этой осенью. Элеватор позволит нарастить мощности для хранения зерна в несколько раз и станет одним из объектов будущей сети элеваторов, которая покроет 7 приграничных регионов. Это позволит наладить маршрут экспорта сырья через Казахстан. Бийский элеватор будет включать в себя 20 силосов вместимостью 7,5 тысяч тонн и 10 силосов вместимостью 5 тысяч тонн каждый. Также 5 зерносушилок, лабораторию, устройство приема и отгрузки железнодорожного и автотранспорта. Эту тему планируют затронуть на предстоящем агропромышленном форуме в Алтайском крае. Мы проводим День сибирского поля в Барнауле. Рядышко из Барнаула там. Площадку такую выделяем и в течение двух дней, 29 и 30 июня, проводим этот форум. Форум очень пользуется интересом. Значит, приезжают наши все сибирские регионы, их приороны власти в сфере сельского хозяйства, ну и всего, что связано с сельским хозяйством, эти и дали. Каждый год из Алтайского края вывозят около 80% сельхозсырья. В прошлом году был отмечен рост объемов экспорта. Положительная динамика сохраняется и в этом году. Основные покупатели зерна – Азия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. На форуме в Санкт-Петербурге делегация Алтайского края заключила еще ряд соглашений. Частные инвесторы построят в Белокурихе ультрасовременный санаторий, а в новом курорте Белокуриха-Горная появится гостиничный комплекс. Наш край продолжит развивать кооперационные связи с другими регионами, расширится ассортимент поставляемой продукции и будут реализованы совместные проекты в области импортозамещения. Соглашения об этом подписаны с Москвойсом, Петербургом, Кузбассом, Челябинской областью и Калмыкией.